9 лет было Зинаиде Матвеевне Твердахлеб, когда началась война. Ее папа умер еще до страшного события, поэтому на фронт девочка проводила дядю Михаила Ивановича Гвоздева, который заменил ей отца. В том же 41 году мужчина погиб в боях под Ленинградом. Помню, как бомбили. Помню. Голод, холод. Тяжело очень говорить. У тех, кого сейчас мы официально называем детьми войны, детства не было. Оно закончилось 22 июня 1941 года. Потом началась другая взрослая жизнь. Непосильная работа в колхозах, на заводах, борьба в партизанских отрядах. Не пришлось им насладиться свободой юности и в послевоенные годы нужно было отстраивать города, поднимать хозяйство. Праздничный день в Одинцово начался с открытия камня, посвященного детям войны и труженикам тыла. Давайте сегодня действительно откроем этот памятный камень, после которого в ближайшем будущем здесь появится настоящий памятник и трудоустроенный сквер в честь труженика тыла и детей войны. Сергею Николаевичу Лохвоенко в 41-м исполнилось 3 года. Детство председателя районной организации «Дети войны» прошло в партизанском отряде под Великими Луками, руководил которым его отец. Вспоминать военные годы страшно, но еще страшнее их забыть. На открытии памятного знака многие едва сдерживали слезы. Это настолько важно, просто вот вы знаете, слезы выступают под ушки. Настолько торжественно, настолько все это прекрасно, что мы очень довольны. Важно сохранить память поколений, будущим поколениям о том, что вот были такие люди в 28-45 году рождения и вот они оставили после себя вот такую вот страну. А в честь их, да, вот такой вот мы сегодня открыли памятный знак. Традиционная легкоатлетическая эстафета и отметила День Победы подрастающее поколение. В этом году малыши соревновались отдельно от подростков в парке культуры, спорта и отдыха. Школьникам же предстояло пробежать 3200 метров. Быстрее всех оказались ученики 13-й гимназии. Представители 2-го лицея финишировали на 9 секунд позже, но ничуть не расстроились. Не важно то, что у нас второе место, сегодня конкретно. Мне кажется, главное, что мы команда. И сегодня мы это доказали вместе все. Видно по ребятам, что все спортивные, все поджарые. Видно, что занимаются спортом, что в школах Одинцовского района спорты уделяют достойной диване. Пока школьники бежали эстафету, горожане смотрели прямую трансляцию с Красной площади. В первом ряду Василий Иванович Громов, участник Великой Отечественной войны, каждый год наблюдает за парадом в центре столицы. Глядя на бойцов, он вспоминает сына, когда-то также вышагивавшего по брусчатке, и однополчан, с которыми его свела фронтовая дорога. Я горжусь своими ребятами, с которыми у меня пришлось, что жизни никогда уже нет. Они большинство погибли, поумели. А я живу еще. У памятника маршалу Победы Жукову собрались и ветераны, и совсем еще малыши. Многие с портретами своих героев, чтобы с ними в руках пройти торжественным шествием по улицам города. После возложения цветов праздничная колонна двинулась к вечному огню. Возглавили ее курсанты пограноинститута. Вслед за курсантами, реконструкторами и юнормейцами также дружно и слаженно маршировали жители Одинцовского района. Те, кто не решился примкнуть к колонне, стояли на обочине и приветствовали идущих. День Победы – праздник, который объединяет всех, независимо от возраста, вероисповедания и политических взглядов. Сейчас, когда прошло столько лет, сложно себе представить, что в этом непереметном здании в 41-м году на месте средней школы расположился передвижной полевой госпиталь. Оперировали днем и ночью. Умерших хоронили рядом, в 200 метрах от него, под оружейные выстрелы. Уже после войны на месте отдельных захоронений появилась братская могила. В ней захоронены 234 воина. Памятник воздвигли в 1958 году. Затем дважды он был реконструирован. В День Победы здесь, как всегда, многолюдно. И сегодня, и через много-много лет на всех братских могилах, у каждого памятника, у каждого мемориала, у каждого вечного огня, в Смоленске и в Киеве, в Гомеле и в Бресте, в Праге, Париже, в Берлине будут также лежать цветы и гореть огонь. Как и мы сейчас, придут люди поклониться неизвестному солдату и всем героям-освободителям, не сдавшимся, не сломленным, великим. В вечном огне каждый видит свою трагедию Великой Отечественной войны. Родных, погибших в бою, растерзанных фашистами, замученных в концлагерях, умерших от голода. Это, не боясь банальности, праздник со слезами на глазах, говорят ветераны. Потому что, радуясь победе, всегда в памяти всплывают лица тех, с кем пришлось навсегда проститься. Но никто не забыт и ничто не забыто. С этими словами жители Одинцовского района присоединялись к бессмертному полку. Мы должны помнить всех ветеранов и людей, которые погибли на войне. И это очень важный праздник. Наталья Терещенкова принесла по центральным улицам Одинцова портрет папы Николая Никитевича. Во время войны он был командиром танковой бригады. Победный май боец встретил в Москве. По семейной легенде, сам Ворошилов пожал ему руку. А семилетний Илья признается, хочет быть похожим на прадеда. Фодорф Иван Степанович. Он воевал? Да. Стоял за пушкой. Прошел всю войну. Ты бы хотел быть таким, как дед? Да. В этом году к бессмертному полку Одинцова присоединились более 17 тысяч жителей. Среди них Андрей Иванов. На фотографиях в руках главы района, его бабушка и дедушка. Алексеевы Николай Михайлович и Людмила Григорьевна. Прошли всю блокаду. Отчаянно защищали город в морском флоте. После этого мы много раз ездили в Петербург и встречались с ветеранами, с однополчанами, однослуживцами. И я очень хорошо помню свое детство, когда приезжал к ним в Великий Новгород, а потом мы ездили в Питер. И ветераны около Исаакиевского собора собирались, рассказывали истории из того тяжелого блокадного Ленинграда, когда нечего было есть, когда им приходилось и восстанавливать дорогу жизни, и голодать. И были случаи, когда ели ремни, варили клей. Это все не считая выдумки, это реальность, об этом говорили живые люди, живые легенды. Особо ценный экспонат в фотоальбоме Дмитрия Голубкова «Снимок военных лет». На ней автограф, который дедушка парламентария оставил на колонне Рейхстага. Он архитектор по специальности, сделал очень много работ в части архитектуры зданий. И прошел всю войну от начала до конца, брал Берлин и расписался на Рейхстаге. Бессмертный полк завершил свое шествие на Центральной площади. Пришедших приветствовал народный артист России Дмитрий Певцов, который признался, что песни о войне всегда присутствуют в его концертной программе, независимо от того, какая на календаре дата. Нам и места в землянке хватало вполне, Нам и время тихло для обоих. Но все теперь одному, только кажется, мне – это я не вернулся из боя. Программа праздника в Одинцовском районе была насыщенной. Но что бы ни происходило 9 мая и что бы ни делали жители, все их мысли были только о тех, кто 73 года назад подарил нашей планете мир. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.